Потрясающе! Кто-то уже это слышал ранее минут 15 назад, но сейчас все по-другому. На первый взгляд, на самом деле, спорт и программирование могут показаться совершенно разными сферами деятельности. Однако при ближайшем рассмотрении можно обнаружить множество необычных параллелей между ними. В рамках нашей первой сессии мы хотим поговорить о важных факапах в каждой из сфер. Но не о тех, которые мы любим совершать, а о тех, из которых мы можем извлечь реально ценные уроки. Мы расскажем о том, как совершенствоваться после провалов, идти вперед и относиться к ошибкам с уважением, как к опыту, который поможет стать лучше. Это сессия с реальными экспертами, которые на личном примере достижения успеха расскажут, что каждая ошибка в жизни действительно важна и полезна на пути к цели. Предлагаю начать аплодисменты, дарить людям, которые появятся на сцене. Олимпийская чемпионка и обладательница всех титулов в фигурном катании под ваши шумные аплодисменты Алина Загитова. Выдающийся программист, золотой медалист Ай-О-Ай, победитель ВК Кап, серебряный призер ICBC, тренер сборной России по Ай-О-Ай. Под ваши аплодисменты Рамазан Рахматуллин. Заместитель директора физтех-школы прикладной математики и информатики по спортивному программированию, лауреат премии президента РФ, тренер победителей международных олимпиад, серебряный медалист финала Северной Евразии, тренер золотых медалистов финала чемпионата мира. Под ваши аплодисменты Димит Кучеренко. Модерировать будет прекрасный человек, руководитель привлечения в Центральном университете. Под ваши аплодисменты Екатерина Процко. Екатерина, кстати, участвовала в запуске трех университетов в России с абсолютного нуля. За четыре года из фаната спортивного программирования стала тренером команд мировых финалистов ICBC. Еще раз аплодисменты! Ну что, всем привет! Вы знаете, мы правда волнуемся, у нас еще тема такая, знаете, факапа называется, поэтому главное, чтобы вы нас тоже поддержите. Расскажу немножко, что сегодня мы будем обсуждать и почему мы вообще выбрали эту секцию. Мы когда готовились, мы понимаем, что сейчас такой, знаете, вайб такой везде про успешный успех, как, кстати, везде успешным. А мы хотим сегодня поговорить, вот вообще, что такое факапы, что такое провалы, можно ли как-то к ним подготовиться, можно ли как-то их избежать. И что, наверное, самое интересное, мы вас здесь учить сегодня ничего не будем, таким, знаете, шагам. Мы больше хотим пообщаться с людьми, которые вот на мировых уровнях, на мировых, там каждый в своем виде. Алина у нас в фигурном катании, ребята в спортивном программировании. Как вообще это ощущается вот там, наверху? Я надеюсь, что эта секция для вас будет такая больше мотивирующая. То есть, возможно, здесь сегодня в зале находятся люди, у которых там у вас какой-то кризис, там, не знаю, опускаются руки. Я не буду сейчас просить поднять руки этих людей, да, чтобы вас увидели. Но для вас, надеюсь, это будет какая-то мотивирующая секция. У нас 40 минут. Здесь, пока ребят представляли, я думаю, сколько раз, 5, наверное, сказали вот эти непонятные буквы ICPC, IOI. Я хочу немножко рассказать, что это такое. ICPC, IOI – это международные соревнования по программированию. Вот ребята как раз-таки представляют этот стрим сегодня. И есть три особенности этих соревнований. Первая особенность, что они длятся действительно очень долго. Они длятся в среднем 5 часов. Представьте картину. 5 часов. Огромное количество команд. Три человека в команде. Это там, выдающиеся программисты, которые представляют свою страну. У них есть один компьютер, три человека, до 15 задач. И задача ребят – за 5 часов решить максимальное количество задач с минимальным количеством ошибок. То есть такой, знаете, стресс. Давайте похлопаем ребятам. Они много пережили. Так что теперь вы все знаете, надеюсь, что такое эти непонятные буквы. Я думаю, начнем. Вот прежде, чем мы начнем к самой теме, я обращаюсь, наверное, к ребятам. Алина, начнем с тебя. Вопрос такой. Что для вас провал? Это что-то плохое, хорошее, не знаю, неизбежное. Вот ваше мнение. Алин, Рамазан, Демид. Да, всем… Так меня слышно? Хорошо. Всем добрый день. У нас очень необычная тема сегодняшнего дня. Я хочу сказать, что факап, наверное, безизбежен. В любом случае, каждый из нас хотя бы один раз в жизни где-нибудь факапился, что-то не удавалось. Вот, потому что без этого, мне кажется, что нет развития человека. Потому что ты сразу понимаешь после ошибки своей, на чем сфокусироваться, что улучшить. И вот в этом самый главный кайф, наверное. Классное определение, что это, с одной стороны, избежность, с другой стороны, есть частичка кайфа все-таки, да? Супер. Рамазан, для тебя что факап? На самом деле, для меня факапом является выступление ниже своих ожиданий. Ну, а как еще ты это можешь описать, правильно? И это очень хорошо, мне кажется, себя включает то, что ниже своих ожиданий. То есть вопрос в том, что ты от себя ожидаешь. И я думаю, об этом можно много говорить, и думаю, можем раскрыть эту тему немножко. Но Алина абсолютно точно правильно сказала, что если у вас в жизни нет факапов, то вы, скорее всего, что-то в жизни делаете не так. Потому что невозможно развиваться, нельзя подняться без того, чтобы опуститься. Ну, или они еще впереди, да? Это такая мотивирующая реакция. Понятно. Димит. Ну, я, пожалуй, дополню это тем, что я со стороны тренера очень часто говорю своим ученикам, что без поражений не бывает побед. И, естественно, чтобы добиться какого-то высокого результата, обязательно нужно пройти через поражение. У многих это бывает по-разному. Кто-то меньше сталкивается с этим, кто-то больше, но так или иначе все равно все проигрывают. Нужно, прежде всего, научиться проигрывать, а также извлекать опыт именно из поражений. Потому что из поражений гораздо больше опыта извлекаешь, чем из победы. Победа у тебя все получилось, а вот поражение – это хороший повод профиксировать и понять, что пошло не так в твоей подготовке и так далее. Супер. Ну, что, вы вот первый, да? Покапы как будто бы неизбежны. Ладно, пока у нас такое. Всем интересно, я уверена, ваши личные истории. Диме, давай ты как тренер расскажи, вот что было такого, что, может быть, тебе сейчас там неловко рассказывать, но что будет интересно ребятам? Ну, когда я только начинал тренировать, вот уже рассказали, что пять часов соревнований – это очень сложно. И действительно, наверное, сложно придумать какие-то виды спорта, в которых настолько долго нужно себя проявлять на очень высоком уровне. И пять часов – это время, где нужно высоко концентрированным быть. И мы как-то раз готовились с школьником как раз в Международной Олимпиаде. И тренировки у нас были очень изнурительные. И мы каждый день занимались тем, что решали задачи по десять часов, да, чтобы подготовиться к пятичасовому соревнованию, лучше как бы все больше и больше нагружаться. И на самом соревновании мой участник, он был в золотых медалях на Международной Олимпиаде, все было хорошо, но произошла такая вот неудачная ситуация, нетипичная, что соревнования продлили буквально на 15 минут. И, к сожалению, у Дениса не очень хорошо получалось как бы к этому быть морально готовым. И вот все эти 15 минут я как тренер просто со стороны наблюдал, как Денис скатывается из золотых медалей, и в итоге вот он оказался в серебряных. Это такой повод, чтобы задуматься, а может быть я что-то сделал неправильно со своей стороны как тренер, да, может быть я неправильно его подготовил, мы избрали неправильную тактику. Но это было на самом деле начало моей тренерской карьеры, я посчитал, что все-таки это было больше случайность, долго, конечно, я об этом анализировал, но все равно придерживался тех же самых подходов. И впоследствии с другими своими выпускниками мы уже добились золотых медалей на Международных Олимпиадах в 22-21 году. И практика в итоге показала, что если верить в то, что ты делаешь, если понимать все тонкости, извлекать в том числе опыт из неудач, то все равно ты приходишь к тому, что да, это успех, как бы и победа в некотором смысле, но не в некотором, а даже в самом настоящем. Знаете, интересная история, по факту, представляете, соревнование 5 часов, тебе нужно максимальное количество задач решить, тебе тут продлевает время, вот он шанс, чтобы дорешать больше. А тут пошло по не спадающей. К сожалению, для других это тоже был шанс дорешать больше, да, и в этот момент они дорешали, а Денис не справился. А вот что он тебе потом, в чем причина была, что он сказал потом, может, после встречи? Ну, он сказал на самом деле, что действительно он выложился во все эти 5 часов, и в целом он уже решил все, что можно. А вот некоторые другие участники, которые, возможно, не были готовы за 5 часов, да, все выложить, им этого времени еще пригодилось, и они за эти 15 буквально минут справились с доздать задачи, которые, к сожалению, Денис не смог сдать. Интересный поинт. Спасибо, Димит. Алин, давай про твою, что ты хочешь рассказать, какую-то личную историю, может быть, ту, которую еще не знают? Ну, наверное, я расскажу два примера. Это пример со спорта. Естественно, когда мы начинали заниматься фигурным катанием, я лично, у меня были достаточно плохие результаты. 20-е места, 25-е, в общем, где-то в конце. И путем работы над собой, и когда я слушала тренеров, постоянно после падений я не расстраивалась, не опускала руки и шла дальше, понимала, зачем мне это нужно, то есть у меня была цель. Я переработала это и потихонечку начинала занимать сначала 15-е, потом 10-е, потом я, значит, в шестерке. И так постепенно до первого места. То есть тут еще, наверное, большую роль сыграло терпение, потому что не зря говорят терпение и труд, все перетрут. Поэтому вот это первая моя история из спорта. И вторая история, наверное, всем уже знакомая, это про фразу «безызбежно». Это очень хороший кейс, как я считаю, потому что я его… Мне кажется, можно рассказать, если сможешь, немножко про «безызбежно». Да, в каком-то интервью, я уже не помню, каком, я сказала эту фразу, то есть такой микс у меня случился, потом после этого, так можно сказать, факапа, я посмотрела в Википедию, мне очень много людей прислали, что такое слово, оказывается, то и есть. Просто не каждый его знал. Вот так получилось. И это классный кейс в плане того, что я потом это еще и монетизировала. То есть я на этом еще и заработала. Поэтому даже не знаю, хорошо или плохо. Это классная история. Это, правда, классная история, что, видите, первый момент. Все-таки мне что понравилось, ты сказала, что когда ты вот тренировалась, то есть ты не сразу такая пришла, такая, хоп, первое место. Вот сколько тебе потребовалось времени, не знаю, чтобы вот оттуда дойти? Ого. Всю жизнь? Ну, наверное, большую часть своей спортивной карьеры, да. Потому что я занималась, начинала заниматься в Альметьевске, потом, значит, мы переехали в Ижевск. То есть город-то сам по себе хороший. Просто я уже до какого-то момента доросла, вот самый пик своей карьеры там. И мне нужно было расти куда-то дальше. И это дальше, как я посчитала, оно в Москве. У тренера с высокими достижениями, большим, огромным опытом. И я посчитала, что мне нужно... Выше. Выше, да, куда-то идти выше. И не прогадала. Такой еще тоже подмечу момент. Вот Димит, он тренер. То есть он, знаете, видит все эти соревнования со стороны тренера. То есть как тренеры переживают, как они, не знаю, готовят, что часть все-таки ошибки они берут на свою сторону. Ты в своей тоже речи упомянула, что вот поддержка тренеров постоянная. Вот, не знаю, как, например, что тебе такой тренер, может быть, говорил, что тебя мотивировало в развитии вот этом постоянном? Ну, смотрите, одно из... Наверное, еще я сама, как спортсмен, для себя понимала, что мне нравится в этом спорте. То есть мне нравились соревнования. Мне нравилось, когда я выходила, и вот этот вот адреналин, да, очень большой, такая большая ответственность на меня ложилась. То есть в этом тоже был некий кайф, и ты должен вовремя собраться. И это тоже про преодоление себя. И мне нравилось, когда, естественно, занимала... Ну, в моем случае первое место. Ты встаешь на педестал, играют гимн твоей страны, тебе, значит, надевают медаль, и ты стоишь, поешь его, и весь зал смотрит на тебя. Вот в этом, наверное, в этом, да, тот самый кайф я находила. И, а что мне говорил тренер, вот Терри Георгиевна, мне все время, так как мы из маленького городка, то есть там мы жили благополучно, но когда я переехала в Москву, я поняла, что это совсем другой город с другими... Мне кажется, это же уровень другой, наверное, да? Другой уровень, да, действительно. Вот, и поэтому я хотела перевести всю свою семью в этот город. Вот, потому что я там жила одна с бабушкой, такой интересный тоже кейс, потому что тренер говорил, что родителей, пожалуйста, отстраняем от жизни, по крайней мере, на все четыре года до Олимпиады, потом посмотрим. Вот, и она все время меня мотивировала тем, что, представляешь, ты станешь олимпийской чемпионкой, допустим, возьмешь какие-то свои высокие места, и ты заработаешь на то самое благополучие в Москве для своей семьи, то есть чтобы это было в изобилии у них. И я вот, можно сказать, еще и в этом плане тоже старалась для семьи, для себя, поэтому... Это очень круто. Смотрите, как интересно, да, раскрывается, что для того, чтобы все эти такие провалы там переживать, то есть поддержка и тренеров, да, но есть какая-то внутренняя сама такая, знаете, желание, но еще и семья, это тоже очень круто. Супер. Я бы на самом деле добавил по этому поводу... Алина... Ты про свой личный фокап еще расскажи. Да, конечно, я к этому подведу. Алина, ну, смотря к какому, да, там можно к многим подводить. Нет, Алина начала рассказ с того, что это, конечно, наверное, все слышали, да, не один раз то, что как достичь успеха. На самом деле, с одной стороны, как бы секрета такого большого нет, нужно просто упорно работать и трудиться. Вопрос, как этого достичь, да, как замотивировать себя упорно трудиться, потому что не получится так, что... Я знаю, что очень часто люди хотят там результатов здесь и сейчас. Например, в инвестициях на самом деле та же история, раз уж мы здесь находимся. История всегда про то, что куда быстренько вложиться, чтобы быстренько поднять деньжат, там что-нибудь такое, что-нибудь такое. В реальной жизни успех не приходит тем, кто ждет его здесь и сейчас, да, по щелчку пальцев. Чтобы достичь успеха, нужно потратить огромное количество времени на тренировки, на работу. И у тебя постоянно будет что-то не получаться. Это огромное исключение, что у тебя вот все сразу возьмет и пойдет. А даже если и так, то когда ты будешь подниматься все выше и выше, трудностей будут все больше и больше и больше и больше. И вопрос в том, как себя мотивировать, как себя держать в фокусе постоянно. Алина правильно сказала, что для нее, может быть, мотиватором было то, что эта победа даст ей возможность жить именно так, как она хочет. Главное это понять для себя, почему ты этим занимаешься. Потому что я считаю, должно быть несколько факторов, да, то есть ответ очень прост, нужно много работать. Но как это делать? Один из факторов обязательно, это то, что тебе должен нравиться процесс, потому что как иначе ты начнешь им заниматься, правильно? Если это то, чем ты занимаешься 10 часов в сутки, конечно, он должен тебе нравиться так или иначе. Но это не все. Потому что если ты занимаешься чем-то довольно долго, так или иначе, опять-таки, это начнет тебе надоедать. У тебя очень часто будет что-то не получаться. Возможно, у тебя будут эти плато, когда все валится из рук. И если у тебя нет этой цели, этого видения, этой мечты, куда ты стремишься, ты просто все бросишь. В какой-то момент так и не достигнув своего успеха. И поэтому... То есть три составляющих я вот услышала. Первое, тебе должно это нравиться, потому что согласна, 10 часов делать одно и то же, что тебе не нравится, тяжело. Второе, должно быть какое-то видение. То есть для чего ты это все-таки делаешь? И вот эта вот мотивация, она должна быть постоянно. 100%. Про факап давай рассказывай. Ты единственный, кто не рассказал. Так. Кроме меня еще. Факап это... Я так понимаю, у тебя их было много? Конечно. Но я расскажу про последний. В общем, история была такая. Мы, наша команда, мы представляли высшую школу экономики. Мы тренировались два года. Соревнования, они происходят обычно так, что команда отбирается и в конце года участвует. То есть в начале, в сентябре там она отбирается, все время тренируется и в конце года участвует. Так вышло, что наше соревнование перенесли два раза, по-моему. Из-за этого вместо одного года мы тренировались два с половиной. И значит, мы решили для себя. Классно. Еще больше времени будет. Мы, так сказать, тренируемся больше остальных, значит, ну мы точно обязаны победить. И вот мы тренируемся, 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 становимся лучше, 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 лучше. Через полтора года мы там на тренировках всех бьем. Вот. Нас опять перенесли от соревнования. Еще на год. Ну и мы такие, ну теперь нужно держать этот фокус. Но проблема, что появляются новые игроки, да, новые участники. И у них еще больше мотивации, например. И они начинают нас обгонять, начинают тоже становиться первыми. Где-то мы там даем слабину и так далее. И постоянно в голове держится, удерживается эта мысль, что ты обязан победить, ты должен победить. То есть ты занял первое место, должен его всегда держать. И так оказалось, что в итоге эта мысль, к сожалению, привела к провалу. И мы не то что смогли, не смогли одержать победу в том чемпионате мира. Мы, скажем так, ну не очень хорошо выступали, взяли бронзу. И то, что я для тебя понял, это то, что нужно понимать, нужно держать себя в руках, нужно себя контролировать, нужно наслаждаться процессом, нужно не бояться проиграть. Вот эта фраза, которую я считаю ключевой, не бояться проиграть. Потому что это проходит красной нитью через всю мою жизнь постоянно. Причина, по которой что-то у меня не получается. Не получается, значит, ты выступаешь хуже своих ожиданий. Ты хочешь там, не знаю, ты готовился к ЕГЭ условно, да, самый простой пример. И у тебя что-то не получилось. Но ты готовился. Почему? Потому что ты боишься проиграть. И ты выступаешь хуже своих ожиданий вот из-за того, что ты себя накручиваешь. И каждый сам для себя решает, как с этим справиться. Но я считаю, вот это самый важный поинт. И когда я его понял, я его несколько раз понимал за свою жизнь, как бы каждый раз заново, правильно? Но я считаю, на высоком уровне, да и на любом уровне, это очень важная мысль, которую я пытаюсь донести. Так интересно, знаете, что в спортивном программировании, как будто бы любое добавление времени, там у Демида 15 мы добавили, у тебя два с половиной года всегда что-то проходит хуже. Ребят, если время есть, можно готовиться лучше, а вы как-то интересная история. Вот услышав, что вот Рамазан тоже сделал такой вывод интересный, что вот факап это все-таки такая история, которая выходит как будто из головы. Давайте вот просто поймем, Алина, к тебе такой вопрос. Вот все-таки этот факап, провал, к нему можно, не знаю, подготовиться вот все-таки хоть как-то, не знаю, снизить риск его появления? Или это все-таки, не знаю, оно вылезает из ниоткуда? Может, какие-то причины, вот его причины, может быть, ты сможешь про это тоже поговорить. Ну, я думаю, что причины в моем случае это какой-то стресс, страх как раз-таки о том, что говорит Рамазан, что ты боишься как бы зафакапиться, да, что сделаешь что-то не так. В моем случае я боюсь о том, что обо мне подумают как-то не в том ключе, да, не поймут меня. И вот страх этого, он присутствовал. Сейчас, на данный момент, я с этим, я это прорабатываю. В любом случае будет какой-либо хейт в мою сторону, там, неправильно оделась, неправильно прическу сделала. Допустим, сейчас, возможно, у меня некрасиво лежит макияж. Ну, все красиво, спасибо. Ну, то есть в любом случае в противовес этим людям будут люди, которые тебя поддерживают. И эта поддержка как раз-таки помогает быть себе уверенным, понимать, что ты делаешь все правильно. Раз за тобой смотрят и на тебя равняются эти люди. Это, на самом деле, тоже очень важный поинт, то, что каждый сам для себя должен решать, почему и что он делает, да. Почему ты так одеваешься, почему ты так говоришь, почему ты считаешь так. Потому что, какое бы у тебя мнение не было, всегда найдутся люди, которые с ними не согласны. Нету консенсуса ни по какой теме, как бы, в жизни. Даже в математике, в которой вроде бы все четко и ясно, всегда найдутся люди, которые считают. Да, серьезно. Я как человек, который занимается, в общем, математикой, как ученый даже, всегда тоже там есть свои споры. Вроде бы, кажется, все понятно, но нет. И главное, это чтобы каждый человек для себя понимал, что он считает верным. Потому что нет понятия универсально, правда-неправда. Есть только то, что ты считаешь правильным для себя. И если ты решил, что вот это будет правильно, ты должен за это держаться. Чтобы не было никаких сомнений. Да, у тебя никогда не должно быть сомнений. И всегда плохо. Отличный поинт, что вы действительно выдерживаете напряжение. И смотрите, как интересно. Вот Алина тоже подсветила, что всегда, что даже, не знаю, достигаешь суперрезультатов, всегда скажет кто-то что-то не то. Не знаю, ребята выступают шикарно на чемпионатах мира, но занимают там не золотые места, а бронзовые. И тоже кто-то скажет, ой, не подготовились. То есть всегда будут какой-то хейт со стороны. Это интересный очень поинт. Ну вот, например, вот Алина сказала, что факап это скорее вот складывается из-за стресса, из-за мнения. Раз уж ты взял микрофон, Рамазан, для тебя. Вот что такое? Точнее, из-за чего возникает факап? То есть что-то, не знаю, мало тренируешься или наоборот много тренируешься, как мы поняли. Стресс, напряжение. Вот в чем их причина для тебя лично? А можно еще добавить? Это еще про стратегию какую-то. Личную. То есть, допустим, на соревнованиях, когда ты готовишься, да, вот тренер, допустим, тебе говорит, вот здесь нужно чуть-чуть снизить твою нагрузку. А я говорю, а почему я сейчас готова, я сейчас заряжена, я сейчас просто могу по 10 прокатов за тренировку сделать? Он говорит, пока не надо. Я такая, ну окей. И то есть, тут разные стратегии. Каждый человек сам выбирает, какая ему подходит. Вот, давай. Можешь говорить? Да, да, да. Нет, нет, ты на самом деле правильно сказала. Это очень часто такое бывает, что вот эта история про то, что ты хочешь вот сейчас уже, ты считаешь, ты готов или ты готов, надо врываться. И, ну, тренер, он как бы на то и тренер, что у него есть огромный опыт, и, может быть, он понимает чего-то, что ты не понимаешь. Ну, главное это, главное это иметь мотивацию. Вот, по поводу, да, мотивацию и стремление. По поводу того, как возникают факапы. Ну, как я уже сказал. У тебя, у тебя твой опыт. Неважно, ну, то есть, много тренируешься. Да, да, да. Это неважно. Это неважно. У Урма-сана прошла какая-то мысль. Много ты тренируешься или мало. Ну, конечно, должно быть много тренировок, я не понимаю, зачем ты вообще, что ты делаешь, если тренируешься мало. Вот, если ты много тренируешься, неважно, как бы, всегда будут факапы. Да, они неизбежны. Это вообще даже не вопрос. Вопрос в том, как их преодолевать. Это, подожди, у нас последние... Мы будем советок, все-таки давать будем совет. Да, конечно. То есть, у тебя факап – это все-таки случайность, скорее. Это неизбежность. Неизбежность. Вообще-то, у нас была мотивирующая секция, да? Но мы так этот факап – это неизбежность. Нет, у нас мы закончим на позитивной ноте. Все, я поняла. А тебя, Димит, давай ты как тренер. А то тут вот на трениров. Да, тут Алина, на самом деле, с Рамазаном говорили уже про тренировку, про их опыт. Но прежде всего, вот я еще хочу сказать, что факап, он в основном идет от головы. И можно сколько угодно в любом виде спорта готовиться в рамках какой-то такой закрытой атмосферы. Там на фигурном катании сделать прокат просто на пустом льду. Он будет идеальный абсолютно. В спортивном программировании можно знать все алгоритмы, решать кучу задачек. И это все делать, опять же, без таймера, без конкурентов. И все будет замечательно. Но очень важно понимать, что все равно, если вы чего-то хотите добиться на каком-то соревновании, на каком-то экзамене и так далее, вы придете, у вас будет стресс. И каждый человек со своим стрессом справляется индивидуально. И этому нужно научиться. Этому нужно уделить очень много внимания. Если какая-то база техническая, она везде общая для всех, то вот эта вот индивидуальность, ее нужно будет поймать. И тренер на самом деле это тот человек, который обучил несколько, много возможно спортсменов и знает у каждого из них, что ему помогло, что ему не помогло. И он может поделиться опытом, как другие коллеги справлялись в таких ситуациях. И из этого, собственно, сам спортсмен может подчеркнуть, ага, вот эта вот мелочь, которая помогла тому-то, она мне поможет. А вот эта вот, которая помогает большинству, для меня индивидуально не работает. Ну вот так вот я устроен. И здесь, на самом деле, тоже нужно пройти вот через этот опыт, попробовать каждую такую фишечку, которую тренер посоветовал. Возможно, на тренировках, да, возможно, на каких-то соревнованиях, где-то малозначимых стартах. Но так или иначе, отработать это все, чтобы вот ваша голова, она была в правильном состоянии в момент, собственно, вот критический момент главного старта. Интересный поинт. Все из головы. А вот, кстати, просто ради интереса. Здесь есть ребята, не знаю, девчонки, которые занимаются, там, спортивным программированием, там, потенциальные программисты. Вот где-то там нам похлопали, возможно, они там. Такой вопрос, наверное, Димит, к тебе, вот как тренер. Вот, не знаю, если ты возвращаешься вот в старт своей карьеры, какой бы ты совет, может быть, какие-то рекомендации дал бы, там, не знаю, потенциальным участникам соревнований, не знаю, будущим каким-то школьникам, будущим чемпионам. Вот ты как тренер. Ну вот тут уже Рамазан говорил про то, что вам должно нравиться то, чем вы занимаетесь. И, пожалуйста, не слушайте никого. Если вы считаете, что вот там тот или иной спорт вам нравится, спортивная программируя, например, вам нравится решать задачки, то продолжайте этим заниматься. И наоборот, если вы понимаете, что вам не в кайф это, и вас там кто-то заставляет, или вам кто-то говорит, что вот за этим будущее, занимайся этим, и ты тогда добьешься успеха, а вам это не нравится, вы не можете проводить столько времени за тем, что вам не нравится, то бросайте это и ищите то занятие, которое вам нравится. Ну, конечно же, вам нужно продолжать верить в себя. Вот если вы выбрали свое направление, то, опять же, не слушайте хейтеров, да, не слушайте никого. Верьте в себя, верьте в своего тренера, который вам обязательно поможет, и продолжайте идти к своей мечте. И только так, вот через, опять же, поражение, через факап эти самые, вы придете уже, собственно, к успеху. А вот как тренер, не знаю, какие-то там слова обычно ребятам, например, говоришь перед соревнованиями, например? А это всегда тоже индивидуально, естественно, потому что с кем-то работает так, что нужно подойти его разрядить, обнять. С кем-то, возможно, так поругать нас, настроить, да, кому-то, наоборот, сказать, что да все фигня, на самом деле нужно расслабиться, результат не важен, понятно, что он важен, и спортсмен тоже об этом знает, но так или иначе, вот это все индивидуально, и, опять же, тренер тоже проходит через этот период, когда он понимает, а что именно конкретно вот этому человеку, мне нужно сказать, чтобы был более эффективный результат. Мне очень интересно, можешь привести, может, пример, или как ты понимаешь, что именно нужно говорить в зависимости от человека? А это очень сильно зависит от характера человека, и ты следишь именно, что вот насколько он стрессоустойчив, насколько он ведет себя в каких-то жизненных абсолютно ситуациях корректно, там условно на него накричал там какой-нибудь взрослый, и вот что делает? Он начинает спорить, так апеллировать к этому, или он, наоборот, так тихонечко сидит и понимает, что да, вот я не прав. И вот от того, что там он сбалмошный или, наоборот, тихенький, очень многое тоже зависит, вот ты понимаешь, да, вот с этим человеком стоит так. А иногда бывает, что ты пришел к человеку, что-то сказал, и понял, что ты ошибся, ты неправильно его настроил. Ну, да, так нужно принять этот опыт и в следующий раз поступить по-другому. Это вообще супер, я сейчас, знаете, немножко подсвечусь, сама являясь тренером, вот когда выступают участники, да, пять часов, они сидят далеко, ты им ничего не можешь ни сказать, ни посоветовать. И для нас эти пять часов, это просто адский ад. А вот в спортивном программировании еще тоже интересно, я не знаю, как Алина, в фигурном тоже катании, вот в соревновании пять часов и за час до окончания замораживают таблицу результатов. И ты не знаешь, что там решили твои ребята, как они решили, и мы не понимаем, какое у нас там, как бы, место. И узнаем мы о том, какое место занимают ребята только в моменте финала, уже когда, знаете, чемпионат закрытия, финал закрытия проходит. Это очень стрессово, поэтому я тебя понимаю. Вот, Алин, расскажи вот тоже, например, не знаю, я уже забыла, какой мы вопрос обсуждали, у нас что-то такие, рекомендации. Вот ты как, например, ну давайте так, спортсмены в зале есть? Программисты? Ну хотя бы чуть-чуть зарядку делать. Вы встали с кровати, это уже вы что-то сделали. Есть такие? Сегодня все такие. Все спортсмены. Всем похлопали. Ну я свалился с кровати. Ну ничего, ты встал, пришел сюда, к нам. Ну да. Вот очень интересно, я хочу в продолжение то, что сказал Димит, как настраивают тренеры. Потому что в моем случае я могу сказать свой опыт как спортсменка. У меня был, я сейчас скажу, и профакап свой. После Олимпийских игр, казалось бы, вот она, вершина айсберга, которую я преодолела. Это, можно сказать, было просто куча эмоций в один момент. То есть ты в три минуты, да, которые у тебя длится выступление, ты должен быть сфокусирован настолько, чтобы каждая клеточка твоего тела была настолько заряжена и собрана, что потом, когда ты вот выступил, у тебя полностью ты расслабляешься и есть такой момент опустошения. Вот мне кажется, что после пяти часов тоже такой колоссальной работы идет какое-то опустошение всегда. Вот. И после Олимпийских игр буквально две-три недели до чемпионата мира, который был в Милане. Тут такой тоже... Ну это короткий прям период же вообще. Это очень короткий период, за который случилось столько всего, потому что после Олимпийских игр было чествование спортсменов. Это потрясающий опыт, которому я очень рада. Но после Олимпийских игр у меня началась температура 39,5. Просто сразу же в этот же вечер. Ну, я думаю, что это вполне нормальная себе ситуация после того, как ты очень сильно себя зарядил и был в напряженном состоянии. И вот чемпионат мира, просто я это никому не рассказывала. Это была такая ситуация, в которой я не думала, что людям будет интересно, потому что, ну, как бы спортсмен должен быть всегда готов, всегда быть на высшем уровне. И вот боязнь того, что я проиграю, да, естественно, колоссальное давление было. И как бы я не хотела попортить репутацию нашей страны, потому что я прежде всего выступаю не только за себя, но и за нашу спортивную державу, Россию. Вот. Поэтому тут я проиграла, а на следующий, на следующий чемпионат мира я там выиграла. И вот там были просто потрясающие эмоции. Просто тут важно то, что я сделала. Работу над ошибками, подкорректировала свою тренировочную стратегию вместе с тренерами, естественно. Потому что без них я бы не смогла. То есть это колоссальная работа большой команды. И на чем мы остановились с вами? А рекомендации? Рекомендации. Тем, кто делает зарядку здесь у нас, вот что вот можно посоветовать? Я думаю, что к дополнению хочу сказать, что важна цель и мотивация. Для чего вы это делаете? Я думаю, что это за финаличи, так сказать. Сейчас мы еще к Рамазану вернемся, но вот такой вопрос. Вот ты сказала как раз-таки, что там Олимпийские игры были. Очень переживаешь, вот боишься поиграть. Такой, знаете, сейчас у нас будет самый важный вопрос. А вот чего боится Олимпийская чемпионка Алина Загитова? Знаете, меня очень много раз звали на всем известное, я думаю, шоу, где люди живут в каких-то необычных местах, едят какую-то живность, да, живут с насекомыми рядом буквально. Так вот, я этого всего боюсь. Я не приду к вам. И продюсерам хочу сказать, если вы хотите меня там видеть, то только в роли ведущей. Вот, это мое такое условие. Идущий, живущий в отеле и питающийся нормально питой. Да. Супер. Спасибо, Алин. Рамазан, давай тогда завершим. Вот у нас, считай, там тренеры сказали, Алина сказала, вот ты как участник, да, вот этих всех соревнований, твой совет как участнику уже ребятам, потенциальным, возможно, кто после этого мероприятия захочет в спортивное программирование пойти. Сейчас Рамазан скажет, неважно. Есть такое исследование, выводом его является то, что чтобы стать экспертом в какой-то области, нужно потратить 10 тысяч часов. Теперь посчитаем, как много это, сколько нужно тренироваться. Да, условно, если я тренируюсь 10 часов в день, что неправда, ну давайте 5. Получается, две тысячи дней. Довольно много. Без выходных. Да, без выходных, на самом деле больше, да. Две тысячи дней, это очень-очень много. Значит, на одной мотивации далеко не уедете. Ну, что я хочу сказать, это то, что вам нужно понимать. Вот если вас кто-то заставляет это делать, вы не справитесь. Вы не сможете две тысячи дней заниматься чем-то, что вас заставляют делать. Это должно идти изнутри. Вы должны понимать, почему вы это делаете. Вы должны сделать вот это времяпрепровождение комфортным для себя. Потому что нужно всегда держать в голове. Если ты идешь по наклонной, если твое условно ментальное состояние идет все вниз и вниз и вниз и вниз, ты не продержишься. По сути, главная цель или одна из главных целей – это понять, как вот себя настроить, чтобы вот все это время продолжать упорно работать. И если понять, как, то все остальное просто придет само. Неважно, эффективно вы тренируетесь, неэффективно. Десять тысяч часов – это универсальный ответ на вопрос, как стать лучшим. Спасибо, Армазан. Друзья, ну что мы вынуждены заканчивать? Я очень надеюсь, во-первых, ну что мы поняли из этой нашей сессии, что факап как бы неизвежность, но… Безизбежность. Безизбежность, да, мы теперь, но безизбежность. Но есть от ребят у нас огромный, мы теперь знаем, что такое слово есть. От ребят вам мы дали огромное количество советов, рекомендаций. Мы очень рады, что вы здесь пришли. И до встречи на следующих сессиях. Передаем слово нашему ведущему, дорогому. Можно социальный эксперимент? Сейчас аплодирует сначала, и вы скажете финальное слово прям громко. Смотрите, как аплодирует. Спасибо, спасибо, спасибо. Такой социальный эксперимент. Кто ни разу в жизни, прям ни разу в жизни не факапился? У кого не было ошибок? Хотя бы каких-то минимальных? Обычно, обычно. Мы здесь все свои. Мы здесь все с вами. Давайте вот так вот. Кто никогда не врал, еще это сделаем? Да, да, да. Окей. Есть человек, который кристально чистый, и ни одной ошибки в жизни, а который там, ну, сожалел или ошибался, вот он не сожалеет ни о чем. Ну как? У кого были факапы? Поднимите руки. Честно. Яйцо пожарилось неправильно. Это уже факап такой тотальный, я вам скажу, когда жена попросила. Смотрите, а есть все-таки руки, никто не поднял. А это просто музыка у них в наушниках. Кто-то не факапил, есть такие все-таки? Вот давайте, идеальный человек в зале. Так что не бойтесь. Отрана, выведите его. Не бойтесь ошибаться, даже олимпийская чемпионка ошибается, так что все мы такие. Спасибо огромное нашим спикерам. Я думаю, он стал больше фанатов фигурного картания и спортивного программирования. Спасибо вам огромное, что вы сегодня были с нами. Невозможно отпустить так просто наши гости, но я уже вижу, что кто-то собирается ловить наших спикеров дальше. Ну что, друзья, мы двигаемся далее. Чуть-чуть на одну минуту выскочили из тайминга, но мы продолжаем. Наверняка вы сегодня делали много фотографий, видео и контента, которые важно потом пересмотреть или куда-то выложить. Но это только начало. Я думаю, что будет еще больше контента, который нужно сделать. И поэтому, если вдруг у кого-то садится смартфон, я думаю, что надо вам порекомендовать наших замечательных друзей, которые с удовольствием вам с этим помогут.